Мы все платим деньги. Платим деньги и не маленькие. Взять, к примеру, владельца сталинской квартирки. 9 тысяч в месяц заплати. При этом дом больший, чем наш, в городе обходится в 3 раза дешевле. Кому это надо? Теперь вопрос, куда наши деньги уходят? Мы мерзнем, это раз. У нас вода с песком, это два. За что мы платим, то? И у меня, да и у вас возникает вопрос. Это все круто, но где результат? И не скулите, пожалуйста, что денег мало. Комбинат в бытность обогревал город и лелеял жителей. Сейчас как-то все по-другому. Но где наши бабки, то? Я обращаюсь к тем людям, которые работают, на нас, и вижу, что в ЖРУ номер один все делается не просто круто, а круче некуда. Дом стоял без крыши. Ремонт махом. Как это делается, я не понимаю. Но вы хотите узнать? Так поехали к шефу. В смысле к тому, кто управляет жилищно-ремонтным участком. В среднем у нас по прошлому году оборот этих денежных средств составил где-то порядка 110 миллионов рублей. В настоящее время, плюс нам большую помощь оказывается региональным операторам по капитальному ремонту, до квартирных домов. Я могу только сказать, что на этот год у нас запланированы работы на 70 миллионов рублей. Представьте, собственники платят 100 миллионов рублей в год, 70 миллионов нам добавляет региональный оператор. На следующий год это уже порядка 100 миллионов рублей. То есть 100 миллионов заплатят собственники, 100 миллионов рублей нам выделит региональный оператор. В этом смысле жителям Левобережья и Ленинского района повезло больше, чем жителям Правобережного района, Аджиникидзовского района, имеется в виду Правый берег. Почему? Потому что вот те денежные средства, которые сейчас платят собственники Правобережного, Аджиникидзовского района, они направляются в основном в капитальный ремонт на квартирных домах Левого берега и Ленинского района Старой застройки. Ну, теперь самое главное, как это разумно ими распорядиться, и теми средствами, которые поступают от собственников напрямую в управляющей компании, и теми средствами, которые происходят от регионального оператора по капитальному ремонту. И здесь, с нашей стороны, просто жесточайший контроль за качеством проведения работ со стороны регионального оператора. Так вот вам и мысль. Деньги платим и получаем результат. Жалко, конечно, пыдла в наших домах непонимающего сущность. Жить-то можно и легко. То есть отремонтированный подъезд – это круто. Новые окна – тоже. Но зачем курить в подъезде? Есть закон. Так может, попросим полицейских навести порядок? А так, за одну лапкурку 1500 рублей штрафа. Зачем какать соседям снизу? То есть мусор и бычки на улицу. Вы где живете? Для этого работает могучий комбинат. Для этого хоккей в магнитке – это больше, чем игра. Для этого работает ЖРУ номер один. Мы живем не в хлеву, поверьте мне. Заботясь о себе, заботьтесь и об окружающих. Я могу сказать, что на сегодняшний день неперечисленные денежные средства за неудовлетворительную работу по фасаду Карла Маркса 36. Когда мы считаем, что эти деньги были потрачены неэффективно, капитальный ремонт, в общем-то, не был произведен должным образом, поэтому денежные средства, которые должна была заплатить в свое время управляющая компания за собственников вот этого капитального ремонта, они в региональном операторе не были отданы. Второй момент – те же работы, которые выполняют наши подрядными организациями, которые уже нанимают управляющие компании, они тоже находятся под непрерывным контролем нашего техотдела. Качество, оно позволяет в дальнейшем экономить на эксплуатации вот этих элементов или конструкций дома. То есть, если качественно будет выполнен ремонт кровли, то мы к ней буквально там можем лет 20 и не подходить, и ничего с ней не делать. Если это сделано тяп-ляп, ну и, соответственно, приходится заставлять переделывать, искать этих опять подрядчиков, ну, у нас везде гарантийные сроки, поэтому с гарантией, значит, мы возвращаем, а они там переделывают, ну, что тоже неправильно. Если бы мы везде так жили, мы бы платили по результату, было бы меньше швырков. И, по сути, так живут нормальные страны. А мы чем хуже, то есть суд вперед. Можно поставить теплощетчики и спросить об отоплении. Да легко! Меня немного достает реклама о воде. Но, по сути, вашу такую воду пить-то нельзя. Есть дивные приборы учета. Песок. И это в суд. Незачем на наши деньги строить себе отдельные дома. Мы не за это платим. Или, может быть, все проще вернуть комбинату? Он-то знает результат. И мы будем кормить наше чудо, рядышком с которым, почему бы и не жить то. Понятно, что электричество – это правило, которое никто никому не уступил. Так может быть, туда же и воду, и теплофикацию? И, понимая благосклонность комбината, все станет проще? Ну, а ремонты отдадим нашим ЖРУ. И чтобы было понятно, мне работа ЖРУ номер один нравится. И не только мне. Мы хоть и на вокзале живем, минус тебя говорит. У нас сейчас хорошо убирают. Что говорят? А? Хорошо убирают. Хорошо. Все, слов нету.